Друзья, привет! Сегодняшнее видео будет посвящено моим вязальным процессам, в каком они находятся состоянии, что я вяжу, над чем работаю и когда все это закончится. Давайте покажу. У меня процессов на самом деле вязальных немного, планов громадью, но пока не начинаю, хочу закончить то, что у меня есть. Давайте я вам покажу. Первый, свой самый старый процесс, вот эта кофта из турецкой пряжи, сал-эби ее называют. Я не уверена, что она именно так называется, поэтому я ее называю пряжей с пайетками и в комбинации тоже с элизешным кидр-еял, это какой-то кид-мохер, короче говоря. Очень красиво смотрится и у меня почему-то есть такое подозрение, что пока я ее свяжу, она мне будет, пока я ее закончу, она мне будет уже безбожно велика, потому что процесс нужно идет. Ну короче, кофта связана полностью, у нее осталась только отделка, это выполнить планочки на рукавах и планка, нижняя и планка центральная, грубо говоря, да. Все полностью у меня готово, вязала регланом сверху. Почему я ее не заканчиваю, понятия не имею, наверное, надо, чтобы кто-то мне дал волшебного пенделя. А, я вспомнила, я ее хотела постирать, вот почему я ее не заканчиваю, да, я ее хотела постирать и забыла про это, потому что, знаете, хочу почему постирать? Все равно вот эта вот турецкая пряжа, она очень нестабильна. Я делала тестирование, тестила образец, пришла к результатам, что он после вязания вот в таком комбинации, да, из двух ниточек он не изменится практически, но от греха подальше я хочу все-таки ее постирать и уже по итоговым размерам, какие будут получаться, если она будет на мне сидеть хорошо, я тогда буду делать планочку. Если нет, я что-то перевяжу, где-то убавлю, где-то прибавлю, готовный реглан сверху, чтобы как-то варьировать, хотя вот эта вот пряжа с пайетками, сами понимаете, не самый лучший вариант для распуска. Ну, в общем, вот. Связалась кофта очень легко, она прямо копия зелененького моего кардиган, не кардиганчик, а зелененькой кофточки. Зеленую, кстати, я ношу очень активно, давайте-ка я за ней схожу. Ну вот, вот про эту кофточку я говорила, я ее очень активно ношу, связана она из австралийского мериноса от пихорки. Вот давайте я вам покажу, к чему приводит носка в течение пары месяцов. Видите, ну все в катышках, вообще все безбожно в катышках, я постоянно их обрезаю, обстригаю, в общем, это первая и последняя вещь моя из мериноса, из этого австралийского. Хотя и он очень приятный к телу, то есть вот 5% акрила, которые в нем есть, они все это дело смягчают, ну, не знаю, видно, нет, все в катышках, все без конца, я его как-то привожу в порядок. Ну, ничего страшного. Опытным путем установила нужную мне высоту, глубину, вернее, горловины, то есть вот эта вот, она где-то вот здесь вот у меня находится, это очень высоко. Она хорошо, когда кофточка в застегнутом виде, но мне удобно ходить с расстегнутой кофтой, либо с застегнутой на одну пуговку, и она, естественно, эта пуговка не здесь, а ниже. То есть вот мне надо делать горловину, глубину горловины на этом уровне. И вот у этой кофточки, на самом деле, вот у этой горловина уже ниже, но я думаю, что все равно я тут немножко промахнусь. То есть она должна быть вот примерно в таком виде, на той глубине, вот, я ее уже сделала поглубже, как мне надо. Поэтому вот эту сейчас постираю кофту, и если все окей, буду делать планки, аналогично тому, как я делала вот на этой кофточке. То есть набирать, вязать, может быть, только чуть пошире, потому что пуговки я купила пошире немножко. И делать перегиб и китлевочку использовать. Мне очень нравится такой способ, особенно на рукавах смотрится здорово. Вот. Значит, единственное отличие, которое отличает вот эту кофту от этой, от этой кофточки здесь я рукава вязала на четырех спицах. То есть не Magic Loop на круговых спицах, а на четырех. Использовала я карбоновые 15-сантиметровые спицы от NITPRO. Прекрасно они себя показали в этом, скажем так, тесте. Да, они не скользят, не выпадывают. Они, ну, спокойно я им вяжу, потому что все равно ниточка с кинмахером, она такая скользковатая. И обычные металлические спицы будут у вас просто выстреливать. Деревяных у меня не было, а карбоновые они очень хорошо себе показали, поэтому я довольна. Поэтому, в общем, вот стираю и рассказываю вам, что у меня там получилось. Значит, второй мой проект, я вам уже про него рассказывала, это вот такие вот носочки. С съемок видео обзорного про эту модельку прошло совсем немного времени, но я всего продвинулась вот настолько. То есть я соединила, встретилась вот в этом месте, вот в этом месте встретилась подошва с рисунком, и я провязала один рапорт. Мне надо было просто Майя, чтобы померить дочь, чтобы померить ножку. Она была, она спала уже в это время, и я отложила, и, в общем, отложила. Короче говоря, ну вот, процесс продвигается, вот такой вот получается результат. И третий мой процесс, который сейчас у меня в работе, это дорожный проект Шальц. Точно этот. Давайте я вам его покажу. Выглядит он у меня совершенно по-цыгански, потому что на нем огромное количество маркеров. Даже как-то сейчас, вот, посмотрите, какое количество. Потому что я уже связала полностью тело работаем. Все, вот, сто процентов. До каймы дошла. Вот такой длины до каймы будет Шаль, потому что еще ее ждет блокировка. И начала вязать кайму. Кайма вот уже столько привязана. Вот где-то вот так вот. А, нет, я вам вру. Нет, вот, всего несколько рядов привязано. Столько. Нет, опять вру. Нет, все-таки правильно показала. Сначала вот. Вот, только привязана. И я ее уже дважды перевязывала. Первый раз я забыла убавить центральную петлю. Ну, я поторопилась, думаю, что я вязала, что такое. Зачем мне внимательно читать. И маханула, и забыла про эту центральную петельку, что она должна быть убавлена. Чтобы красиво сошелся рисунок на кайме. Потом вспомнила, чертыхалась, чертыхалась. Думаю, ладно, ну что делать, надо перевязывать. Все это дело целый вечер я аккуратно убирала и снова восстанавливала на спицах. Вот сейчас восстановила. Но, к своему несчастью, я очень люблю вязать шишечки. А здесь всякая маха вот в этих шишечках. Вот они. В каждом ряду по две шишечки. Вяжу я очень плотно, плюс это хлопок. Он совершенно неэластичный. И так-то шишечку вывязать несложно. А вот когда ты идешь обратно, и все семь петелек тебе надо провязать одной, вот тут у меня начинаются мучения. Я куда-то спрятала все свои крючки. Вот верите, нет, я не могу их найти. Я перерыла все. Полностью весь комод свой. Маленький комодик. Еще у меня там есть несколько нычек. Я не могу найти ни одного крючка, кроме крючка номер полтора. Полтора и меньше. Вот они у меня как бы лежат. Куда делись нормальные крючки два с половиной, два и три, вот я не знаю. И поэтому я вот этой полторашкой через вот эти вот семь петель пытаюсь как-то просочиться. Но я все равно это делаю. Я сейчас просто немножко себя пожалею и это делаю, потому что шара мне это нужна. Пока я еще ее сблокирую, пока все кончики запрячу. В общем, вот такая красота. Особенно мне нравится вот эта вот цыганщина вся. Я все, я собрала все маркеры, которые у меня были и надела сразу их на работу, потому что рапорты небольшие, а запутаться элементарно. Хотя бы в этом, чтобы не ошибаться, я как-то себя страхую. Я начала второй моточек. Первого моточка мне хватило ровно до начала каймы. То есть вот где-то вот здесь вот у меня он прерывался, а нет, с другой стороны. Ну, в общем, вот до начала каймы на тело одного мотка хватает. Шаль представлена, кстати, в двух вариантах. Для маленькой шалетки и для полноценной шали. Я вяжу полноценную шаль, где 13 повторов основного рисунка. В общем, вот, как я говорила, полутора мотков, скорее всего, мне будет достаточно. Все, больше у меня ничего в работе нет. Вот такие вот яркие с одной стороны и нейтрально приглушенные с другой стороны, но опять с пайетками цвета. Очень много всего мне хочется, честное слово. Я хочу и с хлопка вязать. И у меня лежит обалденный совершенно подарок от моей подруги. Такая пряжа просто отличная. И я жду еще одну посылочку с пляжей, которую я очень давно хотела. И вот, верите, нет, такое количество идей в голове, как обычно, дилемма о времени-то и нет. Ну, вот я радуюсь хотя бы маленькой какой-то возможности повязать. И никогда ее не упускаю. Никогда я не сижу перед телеком без чего-то. Или если мы просто, даже уроки с ребенком учу, я беру с собой вязание и потихонечку вяжу. Если есть у меня такая возможность. Поэтому радуюсь хотя бы такому продвижению. Все равно это больше, чем никакое. И нечего гневить создателя. И так все хорошо. Спасибо вам всем за внимание. Обязательно делитесь своими процессами. Я очень за многими наблюдаю. Все видео смотрю. Всем радуюсь и успехом радуюсь. И сопереживаю неудачам. И, в общем, пусть у вас всегда все получается, как задумано. И желательно с первого раза. Субтитры сделал DimaTorzok